Вот я вышел с того терминала, перешел сюда, здесь тусовался, сейчас иду по кругу обратно сюда. Не заходить. Но этот аэропорт, я думаю, в 70-х строили. Там специальный сканер, сейчас я прошел, ну и чисто багаж, сумку. Агрикалчур контрол, это если что-то возишь и ввозишь с Гавайев, то они проверяют. И ты заполняешь декларацию тоже, ну как пункт там, что ты не возишь, и как мне говорят в самолете, что ты не возишь ничего сюда, что они отберут. Ну и этот сканер, он сканирует на вещества какие-то, видать. Здесь прям открытая территория. Все самолеты. Здесь же уже американские пыльных, которые толстые, вот впереди даже идут. Обычно американцы, которые прибегают. По сравнению с Японией, там все худые, в форме, неважно какого возраста. Я видел, может, одного или двух толстых, но, видать, физиологически у них так сложилось. Японцы. Но все остальные стройные. Здесь, вот я видел пенсионеров, они все с животами, еле-еле. И лица такие красные, как будто они, не знаю, пили много дней. Вот так вот и живем. Ой, знакомо мне это, я был здесь. Я сюда прилетал. Помнится, я выходил и смотрел на их табло. Точно. Да, я летел судой. В Осаку. Я сюда прилетел, потом вышел, сел на шаттл и поехал в международный. То есть это локальный. Когда я заходил сейчас, это написано, что US Mainland. То есть те, кто только по Америке передвигаются. Соответственно, я Гавайи, это штат. И я как бы из штатов в штат лечу. Да. Я смотрю, после конца посадка. Как хочется туда вернуться. Только при земле еще светло. Часов 11 лет вечером. Как раз я выходил с этого аэропорта. Каждый раз, не что-то, как будто в первый раз. Ну, ясно уже, где куда выходить. Но вот сейчас просто вышел с другого входа. Кто оттуда выходил, кто от следующего свыше. Так что, ну, здесь глухо. Здесь мало народу сейчас. Пусть и полночь. Отсюда забирают машины с верхнего и с нижнего этажа. Кстати, Теслу трак видел. Первый раз вообще здесь. Только что не заснял, потому что руки едут дезинфекцией пеной. Этой галимой. Здесь галимая пена появится. Такая разбрызгивающая. Обычная. Я иду на Light Trail. Как же здесь холодно. После Гавайев. В Осаке. На Гавайях вообще там тропики были, когда я вышел. Транспорт. Общий час 11.44. Почти полночь. Я приехал обратно в Сиэтл. Через месяц пробытие в Осаке. Поездка удалась. Посмотрел все, что хотел. Незначительные эти буддийские. Храмы, темплейки. Там их куча в Киото. Я не стал даже ходить. Зря. Но я все, что хотел, посмотрел. Понравилось. Я так понимаю, вся эта территория заселена. И в 30-е годы, в 1930-е годы, Общеводская была самым большим по населению города. А потом люди начали расселяться в Орд. Дальше. Чуть-чуть. Загород. Из-за этого сейчас там агломерация большая. То есть там все заселено. Абсолютно. Там нет не заселенных территорий. Что хорошо. Удивило то, что Киото не является всем городом. ЮНЕСКО. Лишь маленькие части его. Удивило то, что императорский дворец очень маленький. Именно внутри, вот сам этот, внутри комплекса. Там ты ходишь, там просто обычные здания, где встречаются и вообще живут этим императором. Удивило то, что снаружи Осака замок более круче, чем внутри. Хотя с высоты классно смотрится. Там, из-за лет назад построить, с такой высоты смотреть. Удивили места, которые я не планировал пойти смотреть, но рядом ходил и увидел, допустим, гробницы там небольшие. или небольшие замки по пути. Хотя я туда собирался, но удивило, что допустим, маленькая копия Осака замка. Ну и так, как обычно, классно, как бы в Токио. В общем, на этот раз мне мало что удивило, но было интересно посмотреть новое. Новые места. То есть я уже привык к идее, к инфраструктуре, ко всему, к людям. Я уже знаю, что и как. Уже после Токио месяца было. Тем более. Так что вот так вот. На Норге конечной. Первое, что я вижу, кого-то мочканули. Welcome to Jose называется. Родимые края. Лежит там уже жмурик. И это еще безопасный район. Через дорогу. Здесь больше скоплений людей. Может передозировка, может мочканули на остановке. Может здоровье. Тут пожарка приехала. Может кто-то вызвал. А не, они поймали. Он держит его. Он падает. То есть он на ногах не держится. У него передозировка. Он там. дергается, дергается. Это парамедики пожарка. Они могут оказывать скорую помощь. И выживаются три службы. Пожарная, мед и полицейские. Иногда кто впервые приедет, тот и оказывает. Вот приехали парамедики. Но я видел, еще полицейская была. Идать, сейчас его откачают. Тут он проседает стоя. Я так хочу спать. И так холодно. Просто капец какой-то. Еще двое внутри людей по этому мосту идут. В такое время. Что-то горит. Неужели опять леса горят? Это плохо. Если леса горит. Мне нужно, что-то рядом. если леса начну гореть, то пару недель, может и месяц будет задымление. Состояние такое битое, потому что не выспался. Не, выспался, но так то спал, то не спал, то спал. В рейсе там с Гонолулу до Сиэтла там помашусь двумя детьми. Я когда шел на свое место, я смотрю по номеру. Там четыре места. И как раз четвертое, с правой стороны, крайнее мое, я такой, да, ну нафиг. И как раз эти двое детей с моей стороны сидят. И они тут, ну один из них там кипишевал постоянно. Попало, конечно. Я еще смотрел, чтобы на меня сок никакой не вылили, потому что они два раза проливали. Не пытался, чтобы я еще и соки был. вода как вода, сок этот сахар один. Да, здесь погодка прохладно. Аж пар идет. Хочется обратно высоко. там хоть как-то больше народу. Сразу отличие вижу то, что народу больше. Ну, допустим, здесь в транспорте народу так на 50% может быть загружены, то меньше. воски там постоянно забиты, загружены. И люди вообще ходят. Здесь смотрю, вообще никого нет. Там люди постоянно везде ходят. Ну, и как-то более все компактное. Компактное и более интересно, так сказать. Что-то движется постоянно. Здесь большие территории. И когда живешь там и приезжаешь сюда и видишь эту разницу сразу. как будто здесь более масштабно. Широкие улицы, мало людей. Скучно. Более скучноватый. Эта дымка тоже здесь. Я думаю, это или от холода этого, на конце как туман получается. Может, еще и дополнительно этот дым. Дым я здесь не чувствую. Дороги только. раз приду, приму тушь и лягу спать. Бывалый случай из полицейских участок рядом. Машина обычно едет. Я подхожу к дороге, они вообще должны как только отступаю или подхожу к переходу останавливаться. Дорога широкая светофор нет. Сейчас другая здесь мыши спали. Капец. Включен этот двигатель. Просто лежат. и короче обычно они пока я дойду они сразу едут. Ну и правильное дело потому что я пока дойду до второй части дороги. Но это с другой стороны полицейская машина. Она смотрит влево так на меня и уже начинает сортовать и видит полицейскую машину напротив сразу тормознуло. Все я такой ну ладно прошел я думаю блин просто ни одной машины ни одного человека вообще это большая широкая дорога эта машина и полицейская машина напротив думает что она будет стартовать и не скажет я не думаю что полицейская что сказала мало ли 10 секунд подождать а вот и сакура наша она в полном расцвете не похоже чем в Японии я скажу прям бутоны такие пахнет пахнет